Да, спасибо Лена, мы идем дальше. 135 предупреждений вынесли сотрудники антимонопольной службы в адрес владельцев наружной рекламы в Кирове в прошлом году. К качеству так называемой наружки в городе сегодня много претензий и общественности, и представителей власти. Так, накануне губернатор Игорь Васильев высказался, что этот рынок нужно регулировать. Об облике нашего города следующий сюжет. Два жилых дома на перекрестке Карла Маркса и Пролетарской. На том и на другом размещены рекламные щиты. Одинаково пестрые и разные по сути. Но только на этом здании, согласно правилам, реклама размещена незаконно. Подобные конструкции можно устанавливать только на глухих стенах жилых домов, говорит специалист муниципальной организации «Городская реклама». Сейчас Александр Караваев нарушения зафиксирует и составит акт. Если собственников рекламных конструкций найдут, обязательно оштрафуют. В дальнейшем будут отправлены материалы в полицию для привлечения данного юрлица по статье 1437, которая подразумевает ответственность от 500 тысяч рублей до 1 миллиона на юридических лиц. У антимонопольной службы к наружной рекламе свои претензии. Оценивают специалисты ведомства содержимое таких баннеров и счетов. И около трети всех нарушений рекламного рынка связаны именно с так называемой «нарушкой». Чаще всего медцентры и финансовые организации не указывают подробности условий своих услуг относительно крупным шрифтом. Есть и другие нарушения. Конечно же мы выявляли в прошлом году и рекламу, которая содержит оскорбительные образы, непристойные образы, сравнения какие-то, выражения. То есть это тоже у нас идет нарушение рекламного законодательства. Регулярно выявляем размещение рекламы алкоголя на наружной рекламе. Обычный обыватель вряд ли разберется, какие рекламные счеты законны, а какие нет. Где здесь вывеска, а где реклама. У большинства претензии скорее к обилию пестрых надписей и полотен. С исторических зданий власти планируют полностью снять рекламные баннеры, а вместо них повесить стильные вывески. Вот, к примеру, новость двухгодичной давности. Власти тогда хотели разобраться с засилием рекламных конструкций в центре города. В качестве примера отсутствия какой-либо логики при размещении рекламных счетов журналист приводила вот этот дом на улице Воровского. Даже стены старинного здания тогда были украшены искусственным газоном. Это здание на перекрестке улиц Ленина и Воровского по-прежнему и спустя два года является мягко, скажем, ярким пятном в этой части города. Здесь и вывески, и рекламные конструкции меняются со временем только названием. И, к слову, тот самый зеленый искусственный газон на стене по-прежнему на том же месте. Его уже можно назвать своего рода неувидающим символом отсутствия вкуса авиатского рынка рекламы. Стоит напомнить, бороться с этим власти города хотели еще два года назад. Результат, что называется, налицо. Оно пестрит, начинает отсушить трусов, газово-катериного оборудования, еще какой-то ерунды. Пирожки, чебуреки, смотришь и просто дуреешь от этого всего. Такие ощущения от наружной рекламы испытывает глава администрации Илья Шульгин. Признает, проблема есть и дает общественности новую надежду. Если раньше Москва, это были бесконечные растяжки на протяжении любого маршрута, куда бы ты не ехала, то сегодня это просто чистые улицы, и ты можешь смотреть Москву такой, как она есть на сегодняшний день. Ну, кроме Москвы, тут можно бесконечно привести примеры. Поэтому вот здесь у нас в этом плане существует определенная, так скажем, провинциальность, от которой нужно избавляться. О том, что некоторые дома в городе буквально, цитата, загажены рекламой, губернатору рассказали накануне и общественники. Действительно, вы правы. Иногда фасады покрыты до 90%. Правила нужно выработать. Нужно ввести эти правила в диалоге с бизнесом. Правильно? Потому что иначе мы натолкнемся на совершенно другую ситуацию. Зажим бизнеса там и прочее, и прочее, и прочее. Тем временем в администрации города рапортуют. Незаконные рекламы в Кирове в этом году еще обнаружено не было.